Я вообще ничего не знал. Это пришел депутат, говорит, можно я сфотографирую в конкурс? Фотографируй, кому это надо? Во-первых, фотографии будут плохие, тут же сирень. Сейчас листья облетели, а в тот момент все было листвой закрыто. То есть фотографии не получится. А потом, я не считаю, что у меня очень красивый дом. Ну ничего себе. Вы поверьте, очень красивый дом. Какой надо поддерживать. Константин Викторович Ильин живет в селе Зюзино. 36-й дом был построен в 1935 году. Сегодня он является одним из самых красивых в территориальном управлении Вялковское. Я делал это все не для конкурса, не для кого-то, а просто мне хотелось сделать красивое. Ну знаете, построил дом, обиловал вагоночкой и чувствовал, что чего-то не хватает. Ну посмотрел так, наличники. Просто сделать обивку, это очень просто, неинтересно. Ну, начал изобретать, смотрел в интернете, покупал журналы. Ну ничего интересного не нашел. Но в конце концов, ну как, понравился мне рисунок, который сам он придумал. На бумаге сделал. Интересно, а что получится, когда вырежу. Сделал один, мне понравилось. Мы оценивали не только красоту внешнюю и ухоженность полисадников, резные оконцы. Нам еще важна была, конечно же, история этого дома, история той семьи, которая в доме проживает. Практически все участники с удовольствием делились своими историями, показывали старые фотографии, захлебтом рассказывали о своих каких-то детских воспоминаниях. Очень активные, очень улыбчивые. Выбирать сложно среди таких, скрывать не будем. Дома действительно очень красивые, они абсолютно разные, но выбор мы свой сделали. Ну, это интрига, да? Это интрига. Сейчас, насколько у нас проявится. В селе Сюзино прошивает один творческий человек. Народный умелец, я бы сказала. Если можно, его зонный экран, вы увидите, насколько он красив. Насколько он кружевной. И вот эти деревянные узоры он выполнил собственноручно. И нам по секрету сказал, это еще что. Вот я придумал такой интересный узор, у меня уже заготовки есть. Жду только вдохновения. Да, Константин Викторович? Я надеюсь, что это вы увидите, что это хорошо. А вам, а то я готовлю большую поддержку. В Раменском городском округе подвели итоги конкурса «Самый красивый сельский дом», который создан по инициативе вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Анатольевны Санаевой. Организатор конкурса – Туристко-информационный центр «Раменское» при поддержке Комитета по культуре и туризму. В этом году очень радостно, что он расширился до предела всего городского округа. Ведь целью этого конкурса является формирование такого увлечения, сохранение облика сельского дома, вообще сохранение наследия. И, наверное, не просто так оператором этого конкурса стал Туристко-информационный центр. Так или иначе, несмотря на то, что все-таки сохранение наследия – это больше к культуре, к истории, но это тоже и туризм. Потому что туристы едут смотреть на что-то, а не на какие-то новостройки, новоделы, не поедут смотреть. Поэтому, конечно, это конкурс, направленный в первую очередь на создание определенного облика исторического нашего городского округа. Ну и, конечно же, на то, чтобы привлечь к нам сюда гостей, которые могли бы полюбоваться такими диковинными домами, особенно которые в этом году на конкурс представлены. Перед жюри стояла непростая задача. Дома, представленные на конкурс, действительно заслуживали внимания. Но самое главное, что их хозяева сохранили самобытность и неповторимость своих частных подворий и рассказали много интересных историй. Леонид Александрович и Антонина Васильевна Капрановы из деревни Забусова. И именно их дом признан самым красивым. Мои картинки были еще, когда я учился в пятом классе, картинки мои висели в Броннице в Дом Пионерах. И с тех пор я кончил рисовать. А потом, когда вышел на пенсию, вот тут вот начал. Бабушку отправил, это, бабушку ехала в Броннице за хорщами. Пока она съездила, я нарисовал тройку эту. Она едет, говорит, что это есть? Я говорю, картинка. А у меня знакомый гаишник был. Даже стал щупать вот эти низ. Ты что, наклеил, что ли? Я говорю, какой бы они наклеил? Это все нарисовано. Дом, наличник, ухоженный дом, ухоженная улица, память. Память о том месте, где ты родился, и за много лет, насколько изменилось то место, в котором ты живешь. Вдруг появилось что-то новое, что тебе никак не к сердцу, не по сердцу, а тебе по сердцу то, что пусть деревянное, пусть покрашенное, но с наличничком. Никак не из винила, а именно деревянное наличничко. Чтобы вот эта крылечка, которая с подпорочкой, чтобы там обязательно стояла винич, в которой надо ноги отряхнуть. Чтобы обязательно у калитки была вот эта вертушка, а не современный магнитный замок. Дипломом первой степени конкурса «Самый красивый сельский дом» награждаются Леонид Александрович и Антонина Васильевна Камбрановы. Территориальное управление Рыбловская деревня Забуково. Также в финал конкурса вышла жительница из Ульянина Зинаида Костина. А в специальной номинации «Самая красивая дачная резиденция» победил житель территориального управления Кратова Юрий Жданов. Егор Кабанов, Ольга Скрябина, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...